Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию Геката, глава 18, Наследие Гипербореи. Высшие силы Геката, высшие силы Великие Зодчие, контактер Лия Лемберг, читает Лора. Лия, дорогая Геката, я слышу, что ты хочешь рассказать что-то о Гипербореи в современной перспективе. Геката, это так, внимание и чувства многих из вас сейчас прикованы к событиям, которые происходят на северо-западе Евразийского континента. Вы задаете себе вопрос, что это значит и почему это происходит? Те, кого вы называете Ариями, прибыли на Землю из нескольких звездных систем. Большинство из них пришли из системы, которую вы называете Бетельгейзе. По сравнению с вашим Солнцем, Бетельгейзе – это звезда Великан. Процессы, проходящие на ней, оказывают сильное влияние на тех людей, которых связывает с ней общая история. Бетельгейзе – это звезда Великан. Процессы, проходящие на ней, оказывают сильное влияние на тех людей, которых связывает с ней общая история. Бетельгейзе готовится войти в новый цикл, точнее, в сверхновый. То, что происходит сейчас с этим звездным телом, вы бы назвали подведение итогов. Арии, другие варианты произношения Ории, Урии, пришедшие с Ориона, являются генетическими предками славянских и индоевропейских народов. У вас существует легенда о стране гипербореев, неких богоподобных людей с севера. Они оказывали влияние на развитие северного полушария Земли, в то время, когда климат в этом регионе был намного более мягким. Вы очень многое унаследовали из принесенной ими высокой культуры. После серии катаклизмов с затоплением территорий, известных вам под общим названием Атлантида, спровоцированной злоупотреблениями при работе планетарными и солнечными энергиями, структуры, которые несли ответственность за эксперимент, решили пригласить в свой проект группу цивилизаций, чья специализация была устойчиво конструктивной. По плану они должны были привести в порядок взбунтовавшейся стихии, успокоить планетарных духов и способствовать построению нового мира. Они принесли на Землю свой, во многом умеренный, благостный нрав, умение созидать и уравновешивать все, до чего могли дотянуться их руки. Представители их генотипа действительно были богатырями из ваших славянских сказок. Высокий рост, крепкое телосложение, светло-кудрые красавцы и красавицы, они обладали прекрасным здоровьем и приспособляемостью к любым условиям, так как знали секреты балансировки. Из-за близости к Северному полюсу и специфики магнитной решетки они избрали для своих поселений северные регионы планеты, так как эти условия способствовали их связи с Духовным миром и их космическим домом. Если бы мы описали поочередно сверхзадачи предшествующих им цивилизаций одним словом, то для Лемурии это было бы слово «расширение». Цивилизация, известная вам под общим названием Атлантида, имела сверхзадачу углубления и должна была углубить познание и опыт, расширенный лемурийцами. У Гипербореи была сверхзадача объединения. Они должны были собрать воедино все части великого целого, найденные в процессе расширения и изучения их предшественниками в процессе углубления. Цивилизация следующего, уже начавшегося цикла, имеет сверхзадачу – вознесение. Вы понимаете, что во всем этом есть божественная логика и план. На каждую из сценарных сверхзадач отводится определенный временной цикл. К концу цикла подводятся итоги и определяется, решила ли цивилизация свою задачу, независимо от того, было ли найдено решение или нет. Цикл завершается, и ведущая его цивилизация уходит со сцены, передавая эстафету следующей группе. То, что вы сейчас наблюдаете, – это отчаянная попытка решить сверхзадачу объединения. По иронии судьбы, конфликтующие стороны являются генетическими потомками одной и той же расы. По сути, они близнецы, большинство из которых даже говорит на одном и том же языке. Выполнили ли свою сверхзадачу вожди Атлантиды? Отчасти. Но, к сожалению, по мере своего углубления в изучении законов и механизмов мироздания, они не заметили, как стали терять равновесие. Итогом стала катастрофа. Уходя в тень, цивилизация не покидает площадку, но обязуется передать бразды правления. Это закон. Но, как и многие другие законы, его можно попытаться нарушить. Атлантида передала эстафету активной деятельности группе гипербореев, но не перестала оказывать влияние на развитие сценария. Под разными предлогами были сохранены инструменты, в том числе и опасные. Таким образом, гипербореи достался в качестве сценария не чистый лист, а черновик Атлантиды. Светлые иноземцы из конструктивных миров Ориона принялись выстраивать культуру, основанную на благодетели и взаимной поддержке. Трудолюбивые мастера-строители, художники, певцы и поэты дарили радость творения всему, что их окружало. Они прекрасно справлялись, гордо решив, что нейтрализуют ядовитое наследие, которое им оставили нечистоплотные предшественники. Но они недооценили опасность отравления. Гиперборейцы выполняли задачу объединения, им удалось создать огромное государство, занимавшее большую часть континента Евразии. Об этом государстве у вас ходят легенды, и вы так до сих пор и не выяснили, правда это или вымысел. Вы ищите доказательства, чтобы подтвердить или опровергнуть свои теории, но доказательств оказалось очень мало. Скажите, а много ли у вас доказательств существования Атлантиды, Лемурии? Нет? Тому есть свои причины. Прежде чем вытаскивать на поверхность правду, зарытую глубоко под землей, вам нужно задаться вопросом, как она туда попала и почему. Почему эти могучие культуры каждый раз оказывались буквально стерты с лица Земли? Никто не стирает цивилизации с лица Земли просто так. Астероиды и кометы тоже не падают на вас по воле случая. Лучше всего присмотреться внимательно к причинам их исчезновения. Новый цикл. Цикл Вознесения уже начался. Вы видите это. Повсеместно возникают всевозможные духовные учения, и на каждом углу продаются путеводители назад к Богу. Но окончен ли предыдущий цикл объединения? Выполнена ли задача? Ответ – нет. И это вам тоже очевидно. Видите ли, Вознесение без предшествующего ему объединения изначально не было предусмотрено. Вы должны были вознестись всем миром, а не по одному. Именно поэтому сейчас к процессу подключились над вселенские разводящие и принялись корректировать и делить цивилизационные потоки. Что же случилось с потомками строителей Сориона, с их могучим государством на самом деле? Следует упомянуть, что то название этой страны, которая фигурирует сейчас в кругах ваших исследователей, это название, данное ей теми, кто ее очень боялся и не любил. Строители Сориона называли свою страну словосочетанием «Ат-Ария», где слово «Ат» на их языке означает «Единый дух». Имя их страны звучало буквально как «Единый дух Арии», а как иначе им было назвать свою землю? Они назвали ее в честь своего родного космического дома. Как вы думаете, откуда у вас появились слова «Атам», «Атма», «Ата» – «Отец», «Атаман» и так далее? Ваши предки знали о первичности единого духа. Мы расскажем вам, почему и как страна Ат-Ария была вынуждена уйти с поверхности земли, и далеко не всем из вас это понравится. Но поймите, что Бог смотрит на земные процессы из совершенно другой перспективы, которая кардинально отличается от человеческой. Серия катаклизмов искусственного и естественного происхождения послужила причиной постепенного исчезновения этой развитой культуры. Это заняло около двух столетий. Если вы внимательно присмотритесь к рельефу местности и характеру растительности в центре Евразийского континента, то вы заметите странные параллельные линии, которыми исчерчена территория размером в сотни квадратных километров. Линии имеют ширину от нескольких десятков метров до нескольких километров, а их длина достигает нескольких сотен километров. Это не следы атомных бомбардировок пришельцев или земных тайных обществ. Это также не следы метеоритных дождей. Это следы строительных машин. Великие строители обладали великими технологиями, которыми вы не обладаете до сих пор. Вы так и не научились в полной мере использовать силу звука, который может превратить камень в песок за считанные минуты и сплавить песок обратно в камень. Вначале было слово. Теперь вы начинаете понимать истинный смысл этой фразы. Слово формирует и разрушает. Задумайтесь об этом. Строители от Арии знали о существовании угрозы, исходящей от тех, кто сбился с пути, и знали, что рано или поздно они не смогут защитить свои территории, которые обладают такой великой, созидательной и одновременно разрушительной силой. Вы спросите, а почему они не уничтожили врага, раз обладали таким могуществом? Среди вас есть строители, садовники, инженеры. Как вы относитесь к разрушению того, что сами создали? С легкостью ли поднимется ваша рука, чтобы разрушить что-либо? Арии были глубоко конструктивны и категорически не желали никого убивать, даже тех, от кого исходила прямая угроза. Но уничтожать свои творения они тоже не хотели. Поэтому они приняли решение их спрятать глубоко под землей, которую так сильно любили. Они засыпали землей все свои города. При помощи акустических технологий они измельчили огромные массы породы, параллельными, сравнительно неглубокими линиями, чтобы природе легче было восстановить равновесие после интенсивного воздействия. После этого массы глины и щербня переносились на место назначения в заранее эвакуированные города. Поэтому, откапывая их сегодня, вы не найдете в них мумий-гиперборейцев. Это не был внезапный катаклизм, наподобие извержения вулкана и гибели Помпеи. Это был долгосрочный план с тщательно продуманной эвакуацией населения. После того, как они закопали свои сокровища в землю, они спровоцировали несколько геологических катаклизмов, чтобы замести следы и сделать свою территорию непривлекательной для потенциальных захватчиков. За время стирания сменилось много поколений. И каждая новая помнила все меньше и меньше о жизни предыдущих. Так как стереть надо было не только постройки, но и память, арии обстоятельно подошли к решению своей задачи, законсервировав свои знания для будущих поколений. И вот вы здесь и начинаете откапывать города гиперборейцев, где они сейчас, эти древние строители. Частично они отправились домой, частично продолжают ходить по земле, некоторые из них по-прежнему среди вас и наблюдают за происходящим. Они ждут, когда вы дорастете до того, чтобы начать раскапывать их архивы. Но потомки гиперборейцев за одно только прошлое столетие устроили две мировые войны, породив такую волну страдания, что сценарий едва ли не пришлось закрыть раньше срока. Ситуация была доведена до такого накала, что даже в высших сферах начался переполох. Призывы о помощи и вмешательстве прозазвучали один громче другого. На землю стали снова приходить сознания из систем, которые уже давно считались вышедшими из игры. Дело в том, что сверхзадача объединения была приурочена к определенному моменту завершения нескольких больших циклов. Решить эту задачу было действительно важно. Поэтому сейчас прилагается максимум усилий, чтобы решить хотя бы ее часть. Точнее решить ее иным способом. У вас не случайно появился интернет? Посмотрите, насколько эффективен этот инструмент для объединения сознаний. У вас появился шанс. Древние строители весьма дальновидны. Надежно спрятав свои достижения, они сосредоточились по всему миру, сохраняя, распространяя коды своих ДНК как основу будущего объединения. Точно так же, как вы применяете цемент в качестве вяжущего вещества в строительстве. Они знали, что объединить крупные части труднее, чем мелкие. Они разделили свой язык, чтобы каждый народ мог сохранить определенную часть их кодов. Поэтому слова в славянских языках во многом похожи, а произношение разное. Они разделили свою письменность, знания, технологии и создали головоломку, которую смогут решить только их потомки. И вы уже начали собирать части этой головоломки. Славянские гены обладают особой устойчивостью. Такова их специфика, ведь энергия, намерение к созиданию работает как клей. С течением времени эти коды встроились практически во все генотипы. Это естественный процесс. Вы можете ему противостоять, только если будете тщательно преследовать цель абсолютной изоляции своей генетической линии. Но изоляция приводит к вырождению, и вам это известно. Кроме того, мужчины со слабым генотипом в принципе не способны противостоять привлекательности женщин, обладающих славянскими корнями. Они не виноваты. Это встроенный механизм, как было задумано. Жена славянка издавна была чем-то вроде символа статуса для многих правителей. Владыки обладали информацией на этот счет. Вы спросите, а что дальше? А дальше вам придется работать над тем, чтобы довести до конца несколько незаконченных сценариев. И увенчать эту работу планетарным вознесением, которое должно пройти по плану под руководством следующей золотой расы. Лия, благодарю за информацию, дорогая сестра. Лия, благодарю за информацию, дорогая сестра.